Здравствуйте! В эфире программа «Люди в науке» и я, ее ведущая, Рената Казакова. В сегодняшнем выпуске мы поговорим с профессором кафедры геологии нефти и газа Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета, доктором геолога-минералогических наук Муслимовым Ренатом Халиуловичем. Вот последний там кризис тоже, мне Тимир Шарипи звонит. Вот так, как ты считаешь? Я говорю, вот полгода будет вот так вот. Через полгода все пойдет и нефтяникам будет хорошо вот так. Сейчас вот нагнетается, вот это навсегда, это на десятки лет глупость. Глупость несусветная. Это вот надолго там, на десятки лет. Вот такая цена нефти, ничего подобного. Она пойдет ростом, где-то, может быть, выйдет на 80, потом где-то через годик-полтора на сотню будет на этом держаться несколько лет. Потом опять пойдет рост. Потому что мир проглотил 140 долларов за баррель. Нормально. Ренат Муслимов – доктор геолога минералогических наук, академик Академии наук Республики Татарстан, консультант президента Республики Татарстан по вопросам разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений. Ренат Халиулович – ученый-практик, автор более 670 научных трудов, 200 изобретений, 37 монографий, обладатель 25 патентов на изобретения. Под его руководством и при непосредственном участии открыты десятки новых нефтяных месторождений на территории Татарстана. Организованы независимые нефтяные компании, добывающие около 7 миллионов тонн нефти в год из мелких месторождений Республики с трудноизвлекаемыми запасами, система разработки которых создана Ренатом Халиуловичем. Существует мнение, что Россия живет на нефтяной игле, и экономика зависит от цены на нефть. Живя на этой игле, это вообще неплохо, да? Неплохо, чтобы поступления за счет нефти были, но надо с ними правильно распорядиться. Норвегия получает эти деньги, и что же основное? Они инфраструктуру все кидают на эти вещи. То есть они обустраивают себя. Вот чего надо делать? Не проедать, обустраивать. Дороги, железные дороги, все вот. Делать инфраструктуру в стране. Если бы вот в основном на это шло, было бы очень хорошо. Ренат Муслимов родился 7-месячным ребенком 31 октября 1934 года в Казани. Его мать Асия Ахмедзяновна была учительницей начальных классов, а отец Халиулла Сибгатулович военным. Наш сегодняшний герой верит в судьбу, ведь в его жизни было немало моментов, подтвердающих это. Так однажды, чтобы спасти жизнь маленькому и болезненному Ренату, отцу удалось среди ночи привезти домой выдающегося клинициста, создателя знаменитой мази и новокаиновой блокады Александра Васильевича Вишневского. Семья Муслимова пережила немало испытаний, как в сталинское время, так и потом. Сразу после революции 1917 года отец и дядя Рената Халиуловича оказались по разные стороны баррикад. Дядя родной отца с отцом, да? Дядя, он 17 лет просидел в лагерях. Где-то 10 он просидел, потом вышел, опять его на 7 лет посадили. Жил бедняк, с деревни они ушли босиком. Потом он до секретаря обкома вырос. Мой отец, значит, во флот его призвали, он там работал матросом во флоте служил. В 17 лет он был председателем властного исполкома уже. Они два брата. Этого обвинили в троцкизме. Да, наверное, все-таки правильно. А отец, он ярый сталинист. Они, значит, на этой почве поругались и только перед смертью помирились. Дважды был у Сталина, он говорил так, если кто был один раз у Сталина, он вечно будет за него. Шла колоссальная борьба. Судить об этом очень сложно. Время было такое. Я вот жил на Казани, в Островского, да. Коридорная система не такая простая была ситуация. Были пара семей, мы их знали. Они откровенно ждали Гитлера и готовили списки, кого репрессируют. Первым мы стояли, значит, семья комиссара, полка. Мы их знали, но мы их не продали. С нашим народом очень трудно общаться. Да, об этом и Запад писал, западные еще. Это где-то 15-16 века. Они, значит, с Запада приезжают и наблюдают жизнь наших людей. Ну, конечно, они не могут понять нас абсолютно. Ну, вот, допустим, бьет, значит, любит. Ну, как так? Ну, нормальный человек этого-то понять не может. Но мы это понимали. Тогда все-таки лупили жен. Без этого не было. А вы? В вашей семье? Нет, в жизни такого нет. Мы такого уже не делаем. У нас такой идеологии не было. Нас же воспитали. Нас воспитывали. У нас нравственность, честность. Все это было воспитание. Не укради там это. Что-то ты украл там у кого-то. Нет. Конечно, случалось. Вот там. В семье, допустим, да. Кто-то рубль украл. Рубль пропал. Но это целая история. Из-за этого рубля. Не все, что рубль. А вот, что кто-то такой нашелся. Страсть к чтению у Рената была с детства. Учаясь в старших классах, он увлекся историей. И стал бы историком. Если бы не судьбоносный разговор с другом семьи, татарским писателем Гасымом Латфулиным, Лутфи. Этот человек посоветовал 17-летнему Ренату стать нефтяником. Ведь за несколько лет до этого в Татарстане открыли Ромашкинское нефтяное месторождение. Как оказалось позже, это самое крупное месторождение не только в Татарстане, но одно из крупнейших в мире. После разговора с Лутфи Ренат переосмыслил свои планы на жизнь. И в последний день августа 1952 года забрал документы с историко-филологического факультета и отдал на геологический факультет Казанского университета. «Основа марксизма – ленинизма. Значит, я пришел на экзамен, он на меня удивленно смотрит, что-то, как я вас никогда не видел на лекциях. Я говорю, и все правильно, Фикрят Ахмедзианович, я не ходил на ваши лекции. Как не ходили? Да, я говорю, я… А что вы делали? Я читал по первоисточникам. Ну, давайте, говорит, узнаем, как вы читали. Он начал гонять-гонять, пятерку поставил. И с тех пор запомнил. Вторая встреча, уже я главный геолог к этому самому Лениногорскнефти, а он секретарем обкома приехал в Лениногорскнефть. Вот, говорит, этот начальник знакомый. А вот, говорит, мой главный геолог. Да какой, говорит, он у тебя главный геолог? Это мой студент. В 1957 году Рената Муслимова, выпускника Казанского государственного университета, по распределению направили в Самарскую область, в научно-производственное управление Чапаевскнефть. Там он работал помощником бурильщика 6-го разряда. Но спустя несколько месяцев, не увидев дальнейших перспектив, Ренат решил вернуться на родину, в Казань. Переработки играют роль плотность и сервисность. Вот наши более сервисные, более плотные нефти, более тяжелые нефти. Поэтому мы имеем, конечно, такой минус в этих вопросах. Хотя эту нефть с удовольствием берут те же другие западные страны. Почему? Потому что она дешевле, но они ее перерабатывают, лучше перерабатывают еще. То есть беря дешевле, они получают за счет лучшей переработки столько же, сколько, как они перерабатывали бы эту легкую нефть. В Казани молодой специалист Ренат Муслимов пошел в управление нефтяной промышленности к Физрахману Бегишеву, главному геологу Татнефть. И снова, по счастливому истечению обстоятельств, туда в это же самое время приехал начальник нефтепромыслового управления Бугульма нефть Павел Васильев, которому как раз нужен был геолог. Так Ренат Муслимов оказался в Лениногорске. Строящийся Лениногорск тех лет не понравился молодому человеку. И в какой-то момент Ренат даже решил уехать оттуда. Но снова роковая случайность. Он не мог найти ключи от чемодана и воспринял это как знак того, что нужно остаться. Трудноизвлекаемые запасы – это, значит, более плотные коллектора, вязкие нефти, там вязкость до миллионов, может быть, сантепуаз. Обычно там 2-3-10 сантепуаз вот такие. А это тяжелые нефти, битумы, которые не текут даже в пластовых условиях. Вот это теперь появились сланцевые нефти. Если так посмотреть сланцевые нефти, в мире, наверное, ее раза в 4 больше, чем обычный, который вот сейчас мы работаем. То есть вот они появились. Потом появятся еще другие, более плотные коллектора. Американцы сейчас изучают коллектора с плотностью от нуля 9 знаков до нанопроницаемости. А мы 3 знака только можем изучать. У нас аппаратуры такой нет. Программ нет, мы не знаем. То есть зачем они изучают? Это очень дорого. Они же не будут просто так изучать. Американцы никогда не делают просто так, из-за любопытства. Не будут этого делать. Они же очень прагматичные люди. В этих изучении, да, таких плотных коллекторов, мы отстали лет на 20-25. И как их догонять? Если будем догонять, мы их никогда не догоним. А надо вот сейчас с ними спариться, чтобы они, значит, их профессора научили нас, мы научили студентов, вот как вот это все исследовать, да? Ну, все у нас вроде получалось вот до этих санкций. В Лениногорске карьера Рената Халюловича круто пошла в гору. И уже через 3 года, в 1960 году, он стал главным геологом нефтепромыслового управления «Лениногорскнефть». С своего предшественника на этом посту Иванову Минадору Макаровну он считает своим учителем геологии на практике. А еще через 6 лет, когда Ренату было всего 32 года, он был назначен главным геологом производственного объединения «Татнефть». Это даже по тем временам невероятно юный возраст для руководителя такого уровня. Правила игры были такие. Центр хотел как бы больше нефти слупить с нас и как можно для этого дать средства. Так как положение. Мы же должны были как бы можно больше выбить средств и как можно меньше дать нефти. мы это знали. И были правила игры. Мы доказывали свое. И они, ну, Паттер, допустим, приехал замминистра, Паттер задает вопрос. Ну, говорит, «Вы вот говорите, что 610 миллионов надо, будет 600 – мы погибнем». Я, говорит, «Я никак не понимаю. Ну, допустим, я получаю 600 рублей, но мне надо 610. Что, я погибну, что ли? Я за 600 буду прекрасно жить». И что, мне должно быть плохо. Я с ними воюю. В общем, воюю. А на всех уровнях, вплоть до министра. Вот. Я не знаю, меня, может быть, так повезло. А там, наверное, повезло. Потому что тут меня поддерживал секретарь обкома. Табеев тогда был. То есть я никого не боялся. Значит, министр тоже поддерживал. Один раз только взъерепенился, я его подвел. Когда приехали Байбаков, тогда был заместитель, председатель Госплана, заместитель председателя правительства. Или как Совета министров тогда. И вот он я, значит, что-то наклепал на министра нашего. Министр тут взъерепенился, говорит, его надо убрать, снять там и так далее. Потом меня рассказывали уже. Но без первого секретаря обкома не может, но они меня отстояли. Ну, то есть можно было говорить. Не боясь, но тоже, может быть, было в какой-то мере и опасно. Но как-то я вот пережил все это дело. Потому что даже в Госплане один раз выступая, это я говорю, вот так, это все должно быть так. я, в общем, какую-то критику такую навел. Все, гробовая тишина. И я все, после этого мне уже сказали, ты что, говорит, суши, раз так можно. Ну, в общем, все-таки мы отстаивали свою точку зрения. Там были все правила игры. Если ты их выполняешь, а ты их выполняешь, и я всегда считал, что самое страшное, если мы не выполним план. Раз, вот, план дан, все. И мы всегда его выполняли. Один раз только мы провалили. Но за это... Какой там провалили? Это 270 тысяч в сутки давали нефти, и из них 12 тысяч за месяц не дали. Это ерунда. Если бы мы не дали 8 тысяч, это статическая погрешность, и все было. А за 12 тысяч на секретаря ЦК вызвали генерального директора, на секретаря ЦК за 12 тысяч. Вот поэтому это было страшно. Я боялся больше всех не выполнить план. Я об этом смотрел далеко вперед и старался доказывать. Когда доказывать я уже не боялся, а когда уже план есть, ты уже все по стойке смирно и выполняй. При перестройке в СССР царил хаос, и нефтяная промышленность была предоставлена сама себе. Перестройка началась, то есть вроде тебе и ничего не дают, и ничего не спрашивают с тебя. То, что не спрашивают, хорошо. То, что не дают, плохо. Или дают формально, записали тебе, а ты должен ходить, выбивать, выбивать и выбивать. Вот эти пошли такие сложности. Народу зарплату не платили. Вот сейчас кому не скажи, никто не поверит, что по 5-6 месяцев Татнефть не платил зарплату. А люди-то, люди-то, они от зарплаты до зарплаты живут, как им жить-то? Ёлки-зерни, страшное дело. Вот тут уж была большая ответственность. Тут я пришел этому генеральному, я говорю, Ренат Гемодевич, я говорю, так жить дальше нельзя. Мы должны прекратить падать с добычей. мы должны стабилизировать, иначе мы погибли. Я говорю, я предлагаю, что собираем основной костяк, вплоть до этих заведующих промыслов, собираем, и я выступлю с докладом, вот, и давайте по этому докладу принимать решение. Вот. вот, а всю жизнь же мы вот так доказывали, давайте будем меньше, а тут я сам выскочил с этим, потому что я понял, если мы не будем платить зарплату, это будет катастрофа. Вот. И вот мы тогда провели это совещание и приняли новый курс на стабилизацию. А он, когда я в аппарате президента нашего работал, все-таки когда Ментимир Шарипович говорит, вот, говорит, мы там приняли решение стабилизировать. Я говорю, Ментимир Шарипович, вы неправильно говорите. Не вы приняли это решение, это решение приняли мы. Вот тогда-то. Да нет, я говорю, я вам документ принесу. А ну, привез ему на следующий день документ. Я говорю, вот документ, вот дата, все. Ничего не сказал. Ренат Халюлович рассказал о том, как осуществляется работа нефтяных компаний в наше время. Значит, сегодня вот правила такие, что в основном сами компании назначают добычу, и в большинстве случаев с ним государство соглашается, даже в Татарстане. Вот не выполняешь, тут уже будет критика со стороны президента. он это дело отслеживает. Вот эти компании он собирает в квартал раз. Значит, это очень очень хорошо. Вот этого в других регионах нет, это очень плохо. Вот. Он собирает и где-то затор, да? И вот, землю не дали, допустим, тот-то район, да, вот мы там не смогли пробурить скважины. Он тут же решает эти вопросы. Тут же. Тут же. Не отходят. Там же все, до прокурора всех собирает. Для него приоритет. Надо все дать нефтяникам, иначе, значит, нефти не будет, и поступления, бюджет не будет. И если бы он это не решал, а у нас такое законодательство федеральное по земельным делам так запутано, мы бы вообще ни одной скважины не могли пробурить. Ренат Халиулович о взаимодействии с федеральными властями. Республике остается только так воевать там, чтобы с нас еще больше не брали. И так уже у нас где-то 8% всего остается. Вот. А раньше, когда перестройка началась, у нас вот НДП оставляли, 50, половина оставляли. Сейчас ноль. Вот так. Поэтому постепенно все уменьшали, уменьшали. Все туда поступление. Ну и сейчас будет тоже большая борьба, потому что денег не хватает. До недавнего времени считалось, что нефть и газ невозобновляемые источники энергии. Но это не так. Полное истощение углеводородов нам не грозит, считает Ренат Халиулович. Мы же этими вопросами занимаемся с какого года? Где-то с 70-х, с начала 70-х годов прошлого столетия. Вот. И вышли, исследуя вот эти фундаменты, глубокие вот скважины, буря, мы пришли к такому выводу, обоснованному, естественно, сейчас даже не гипотеза, что нефть есть и органического происхождения, и неорганического, который идет с глубин земли, из мантии, от углеводорода. В основном были органики. Это от Губкина пошло и прочее. В 68-м году я присутствовал в Москве на симпозиуме по происхождению нефти. Выступал от нас Кудрявцев профессор, но его заклевали, как наши, так и иностранцы, его заклевали, но он был уже очень старый, он вышел так, ну, доклад сделал плохой, конечно, и не слышно там вот так вот, да, жалко было, но он корифей, корифей этого делал. Потом этих исследователей больше и больше появилось. но раньше Лусенковщина пошла, было табу рассматривать неорганическое происхождение. Занимались люди-энтузиасты, их не финансировали, они вот так вот публиковали, потихоньку публиковать тоже нельзя было. И все больше и больше фактов, все больше и больше. Потом примерно стало одинаково, что органика, что неорганик. но особенно когда после перестройки можно было уже публиковаться, все это пошло. И сегодня вот мы считаем так, что нефть промиралась как органика, так и неорганика. Но все дело в том, который больше. Я вот когда студентам объясняю, я говорю, вот возьмите яйцо. Вот даже не скорлупу, скорлупу убрали, а там еще вот эта пленка. Вот эта пленка это органическая нефть, а все остальное это все оттуда. Вот. Вот это основная концепция, которую мы сейчас тянем. Но дело в том, что государство не финансирует. Такие вещи должно государство финансировать, потому что ни одна частная компания на такие дела удовольствие. Дальше появился ученый Баренбаум Азалий. Вот он связал это хорошо с космосом. Но до сих пор еще докторскую боится защищать. Я говорю, защищай, там с астрономами у него не ладит, с геологами это все нормально. Наша солнечная система проходит галактику. в каком-то одном положении она наступает через 50 миллионов лет. Появляются такие дыры, которые астероиды бомбят Землю и тащат туда углерод. И он туда уходит постепенно с водами и потом возвращается. То есть пока Бог не решит, что Земле пора уже кончаться, механизм это будет действовать. Поэтому нефть у нас никогда не иссякнет. Мы так считаем. Мы уже для себя нарисовали на Ромашкина 250 лет даже, но когда этот механизм заработает, это будет еще больше. А этот механизм надо его отрабатывать, но в сегодняшнем государстве это невозможно. Во-первых, должны быть величайшие умы, которые имеют еще политический вес для этого, чтобы финансировать вот эти работы. А их надо финансировать хотя бы каким-то минимальным объемом. Ну, вот все исследования пока то, что мы сделали в советское время, мы сейчас перелопачим туда-сюда, вот дальше додумываем, а надо бурить. Бурить надо глубже. Даже не столь глубоко, а по нашей концепции даже где-то 4-5 тысяч метров надо изучать хорошо. Вы оцениваете ситуацию современную в университете? В университете значит ну она тоже от общей ситуации конечно не так сильно отличается не так сильно но вот все-таки преподаватели есть еще хорошие все-таки зависит от много от преподавателей студенты они как всегда разные. Самое главное если там их заинтересовать то какие-то таланты появляются. Но во всяком случае когда я смотрю вот ну несколько 3-5 процентов да ну это супер. Это студенты супер которые будут большими учеными великими деятелями все но как правило они все уходят за рубеж основная масса все-таки инертная жизнь жизнь Рената Муслимова это бесконечный кропотливый и часто жертвенный труд который приводил его казалось бы недостижимым победам но как победить в мире где не всегда царит справедливость в чем ключ к успеху основное должна быть у человека что философия жизни философия вот я всегда геолог ты в первую очередь должен быть философ у тебя должна быть философия что ты хочешь вот и здесь что он хочет от жизни если он хочет деньги это гиблый путь деньги нельзя хотеть если ты что-то хочешь достичь в жизни деньги нельзя хотеть тогда ты ничего не достигнешь я всегда говорю когда мы обсуждаем какие-то вопросы я говорю в последнюю очередь не надо думать о делах я вот как меня куда не ставили работать я никогда не знал сколько я буду получать никогда вот самый страшный нацеленность вот этот студент на что он нацелен если на деньги какой бы он талантлив не был от него никогда толку не будет сегодня Ренат Муслимов ведет активную работу на кафедре КФУ ежедневно к нему приходят студенты и аспиранты с высоты своего глобального опыта и прожитых лет он осмысляет преобразование в университете и татарстанской науке то что сейчас накупили оборудование так кое-какого это будет давать отдачу и за счет чего допустим вы студент да вот если да этому допустим мы получили хорошую аппаратуру а программы нет вот ты любые деньги плати он не будет делать программу нормальную а ему скажи пиши доктор кандидатскую потом докторскую заинтересуй и вот они будут это делать они втянутся и ведь много не надо для науки там там миллионы людей не надо ее делают единицы остальные подай принеси выйди вон да самое главное единицы достаточно не каждый же может быть ландаву да вот так что не каждый теоретик я вот говорю значит вот для этого Рустам Наргавич я говорю вот на этом надо нам иметь теоретика хотя бы одного ну а ты ты что не теоретик я говорю нет теоретика по другому мозги устроены я никогда не был теоретиком я всегда воевал с этими теоретиками их приземлял да они другие люди но но он нужен так что все дело мотивации человека философии жизни его ученый с мировым именем и доступный простой открытый человек учитель и друг Ренат Халюлович также и глубокий тонкий философ мудрец на любое событие в мировой истории в жизни он имеет свой оригинальный и очень осмысленный взгляд мировой победы ни одной системы ни одного государства в принципе не может быть в принципе не может потому что бог не так создан мир и он никогда этого не позволит хотя он сказал что особенно он не будет вмешиваться в эти человеческие дела после последнего пророка Мухаммада и вроде сдерживает свои слова но не знаю как мусульманин я должен уважать государство да какое бы оно ни было относиться с уважением и так далее подчиняться его законам все понятно но если я вижу что здесь плохо и плохо я должен говорить этому государству это вот пока рано это пока рано а сейчас никто ничего не говорит все боятся всего боятся значит власти боятся чиновников боятся силовиков боятся друг другу боятся всего боятся войны боятся революции но такие люди не выигрывают они только проигрывают ренат халюлович заслуженный геолог республики татарстан рсфср лауреат государственных премий республики татарстан ссср и российской федерации он обладает огромным жизненным опытом и был свидетелем смены множества правителей и режимов в нашей стране как говорят он на собственной шкуре испытал самые разные веяния и политические изменения конечно и сейчас вот патриотизм какой воспитывается кто-то там внешний враг и так далее мир здорово изменился здорово изменился таких лидеров нету нету же равных Сталину Черчиллю Рузвельту нету по этому мире вон смотрите что творится мы находимся на полшаге от мировой войны то есть вы считаете что Путин недостаточно сильный лидер Путин он международный он все правильно он сейчас жестко и по-другому нельзя может быть если бы во времена Югославии там наши вмешались сегодня совсем была другая ситуация совсем другая была а тут начали все лапки кверху лапки кверху а они привыкли к этому то есть в ситуации с Сирией вы поддерживаете поддерживаю конечно по-другому просто нельзя ситуации в Сирии поддерживаю на Украине поддерживаю Крыму поддерживаю конечно поддерживаю вот если мы начинаем все это сдавать мы уже начали сдавать с этого с Югославии и даже раньше все с тобой кто будет считаться мы же находимся в другом мире сегодня нет таких лидеров которые бы могли даже вот типа Аденавара таких вот крепких лидеров которые понимали бы да Эрхарда вот ну и президентов Соединенных Штатов тех вот семья Буши они завязаны на нефти они полностью коррумпированы кто завязан на нефти коррумпирован от него не жди А вы видите на политической арене сейчас какого достойного кандидата не вижу не вижу сейчас не дай бог сейчас вот что-то сменится так если не дай бог еще задний ход дадут а Путин не даст я говорю зная Путин я скажу что он не отступит Крым будет наш точно так произошло он не отступит у него характер такой сейчас нельзя отступать Ренат Халюлович вы с супругой Шакироней Матуловной прожили вместе больше 40 лет поделитесь секретом такой долгой совместной жизни первое конечно любовь без этого я думаю ничего не получается потом получается уже привыкание какое-то уважение то что она делает для тебя да вот тоже опять меркантильность получается да ты благодарен за это тебе никто этого не сделает никто хоть там миллионы платье его там за месяц Ренат Халюлович вы страстно любитель чтения есть такая книга к которой вы возвращаетесь всю свою жизнь когда мне грустно я Шерлок Холмса читаю да Александра Нюма отца наверное уже десятки раз это прочитал одно и то же интересно вот читаешь одно и то же там и самый интерес потом с этой жизнью начинаешь сопоставлять оказывается вот надо много раз читать одну и ту же книгу да и по разному ты к ней относишься ваш профессионализм Активная активная гражданская позиция сыграли решающую роль в сохранении и развитии сырьевой базы нефтяной промышленности нашей республики для будущих поколений так говорит о Ренате Муслимеве Рустам Мениханов президент республики Катарстан предшественник Мениханова Миттимир Шаймиев характеризовал Муслимова не менее четко и достойно все кто знает Рената Халюловича единодушно отмечают такие черты его характера как целеустремленность трудолюбие и умение масштабно и стратегически мыслить Я всегда боюсь когда мне все хорошо я всегда знаю потом будет плохо лучше мне пусть будет сейчас плохо это все плохо пройдет потом будет хорошо то есть вот в любом случае плохо заменится на хорошо хорошо на плохо еще о многом хотелось бы поговорить с сегодняшним героем человеком который кажется не боится ничего в этой жизни но к сожалению время нашей программы ограничено с вами была я Рената Казакова и наш удивительный гость Муслимов Ренат Халюлович Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова